Это видео мой субъективный взгляд на маленький клочок земли нашего огромного мира. Прошу простить мне информационные неточности и манеру подачи. Привет, YouTube! С вами снова Клуб Интеллектуального Туризма и я, Анисимов Дмитрий. Сегодня мы посетим заброшенный старый железнодорожный тоннель длиной чуть больше километра. Сейчас к нему идем, о нем я расскажу чуть позже поподробнее, а пока зайдем куда-нибудь еще в интересное место. Туннель находится рядом с деревней Дидина, она почти уже мертвая, поэтому здесь есть вот такие вот заброшенные вещи, как, например, водонапорная башня. Кстати, удивительно, что рядом с ней не ключик еще расположен. Видимо, ее здесь не просто так строили. О, зайдем вовнутрь. Здесь кто-то уже чуть-чуть ремонтирует. Видно остатки коммуникаций. И видно, что перекрытие восстанавливают. Пошли раз, когда я здесь был, конечно, здесь никаких перекрытий не было. Вот такая вот вещь. Сейчас нам идти совсем немножко до тоннеля. Наверное, километра два. И по нему еще полтора километра, грубо говоря. Пойдем. Мы сейчас идем по дороге, которая заходит в этот тоннель. И видно, что раньше это была железная дорога. Видно даже, что раньше здесь были коммуникации, связанные с электричеством, которые мы всегда видим на станциях или на вокзалах. А параллельно дороге и пролегает деревня Дидина, которая вот в таком плачевном состоянии. Ну, а мы сейчас пойдем по этой дорожке. Она, кстати, идет параллельно Транссибу. И просто железную дорогу немножко сместили. А вот этот остаток в виде тоннеля и бывшей линии он остался. Его и будем сегодня смотреть весь день. Видно, что здесь когда-то были даже какие-то, видимо, магазины. Ну, или что-то подобное. Какие-то остатки инфраструктуры. В общем, вот все, что осталось от старой деревни. И совсем рядышком есть такое капитальное здание. И, похоже, это была станция раньше, которая находилась как раз рядом с ЖД-веткой. Ну, трава-то примята. Видно, что здесь кто-то, видимо, все-таки ездит иногда. Ну, и остатки деревни. Хотя, вот очевидно, что электричество-то здесь есть. Оно явно в нормальном состоянии, в рабочем. Уже подходим до тоннеля. Остается метров, наверное, 50. И здесь мы уже можем наблюдать дренажный канал, который тянется на всем протяжении тоннеля. И здесь он тоже вот так вот устроен. По-моему, даже сверху деревом заложен. Или мне кажется. Да, дерево. Интересно. Вот где-то там впереди нас ждет тоннель. Сейчас, видимо, местные жители сказали нам, что мы там не пройдем. Потому что там по колено воды. Ну, посмотрим. Если не сможем весь тоннель пройти насквозь из-за того, что он подтоплен, то зайдем сначала с одной стороны на сколько-то, потом с другой стороны на сколько-то. Вот он, дренажный канал, который мы уже видели. И вот, собственно, звезда сегодняшнего выпуска. Дидинский тоннель построен в 1918 году и снять с эксплуатации в 1995 году. Там видно даже, что кто-то гуляет уже. Фонарики светят. И вот если мы отсюда посмотрим, то входа не увидим. А если отойдем в другую сторону, то увидим вход. Это из-за того, что когда его рыли с двух сторон, не сошлись по центру. Ходят даже слухи, что человек, который его проектировал, после этого застрелился. После того, как узнал, что не сходится его тоннель. Ну и понятно почему, потому что советская власть и тогда еще и царская Россия, кстати, как раз переломный момент. И его могли очень жестоко за это наказать, за то, что он просчитался. Сейчас мы попробуем через него пройти. Возможно, он подтоплен. И, может быть, через весь пройти не получится. Тогда мы пройдем сколько сможем, выйдем, обойдем по поверхности и зайдем с другой стороны. Видно ниши, видимо, для того, чтобы здесь находились какие-то фонари. Наверное, позже это были электрические, а сначала совершенно не факт, что это были электрические фонари. И машинист приближающегося поезда наверняка мог по этим фонарям определить, что он подъезжает к тоннелю. Видно вот зачатки электрификации. И я думаю, что на самом деле сначала, поначалу, тоннель был без электричества. И уже позже его сюда добавили. Интересные подтеки здесь. Болты, гайки. Ну, понятно, что это стратегический объект, тем более во времена гражданской войны, поэтому наверху он очень хорошо охранялся. Там есть блиндажи, окопы, доты и так далее. Мы должны тоже сейчас все это попытаться найти. Так что сейчас отправимся наверх. Получается, что мы подошли к тоннелю с восточного входа. Вот за моей спиной он находится. Забрались на него. И покидали здесь рюкзаки. И решили посмотреть, что же здесь есть. Так как это было стратегическое сооружение, стратегического значения, то его, конечно же, охраняли. И если мы присмотримся, то увидим следы от... Когда-то это были окопы. Они, может быть, были чуть глубже и ровнее. Сейчас выглядит просто как яма. И вот еще один. Уже вырос лес. И здесь были солдаты, которые караулили что с этой стороны, что с восточного, точно так же и с западного входа тоже. Я так понимаю, что они просто охраняли, наблюдали за небом, чтобы здесь ничего не бомбили. Ну или тому подобное. И так далее. Ну а на случай лобовой атаки, видимо, когда могла прийти пехота или техника, здесь есть даже ДОТ. Который мы сейчас тоже посмотрим. Вот. Такой. Выполнен из бетона. Крыша, видимо, деревянная. Вкопан в землю. И видно в бойнице каким образом сделаны, чтобы иметь большой угол обстрела. При этом самому оттуда показываться совсем немножко. И вот они здесь находятся как звездой, разведены в разные стороны. И, конечно же, есть вход. Пошли внутрь. Будем смотреть, что это за штука. Попахивает здесь, если честно, немножечко гнилью. Потому что крыша деревянная. Мы видим, что она прохудилась и вот-вот может даже и рухнет. Висит много корней. Сейчас я включу даже, наверное, фонар. Так вот интересно свисают сверху корни. Видно, что вот эта доска вообще прогнила и уже практически отваливается. Ну и, собственно, сами бойницы. Вся голова в этих корнях. Решили не спускаться, потому что очень скользко. Стали обходить и вот нашли еще один, еще одну укрепленную позицию. И абсолютно точно видно, что сохранилась, видимо нижняя часть, а верхнюю часть наверное растащили или что-то. Вот мы видим по раствору, что здесь тоже находились камни. И видно по этому же раствору, что одна бойница здесь все-таки была. И прочие следы инфраструктуры еще заметны. Вот видно остались пеньки. Видимо, это была своеобразная основа для лестницы вниз. Ну вот, то есть были две защищенные точки. Одна с этой стороны, одна вон там, вон дот, который мы уже видели. Сейчас нам придется обойти, чтобы по скользкой тропе не спускаться и пойдем уже в сам тоннель. Ну вот и все. Короче, уже не избежать попадания в эту черную дыру и мы сейчас туда пойдем. хорошо тебе сапога. Придется тут идти по стеночке. Что там, можно пройти? в общем, тут достаточно проблемно эта часть, которая восточная. Она чуть ниже западного входа и поэтому здесь, сколько я помню, сколько раз я здесь был, всегда здесь была лужа. И вот сейчас мы идем по стеночке, потому что эта лужа, она должна быть недолго. Вот один из наших ребят оказался в сапогах и он сейчас нас тут всех по очереди, короче, транспортировал через это море. Вот такой вот огромный тоннель. Мы, кстати, тут пытались выяснить из скольки сколько здесь было полосы. Я все-таки считаю, что одна, для двух он какой-то узковатый. Я так понимаю, что в высоту он порядка шести метров, около пяти метров в ширину, протяженность тысяча двести и вот мы видим, что он немножечко изогнут. Вот выход и получается, что он там таким неким очень сглаженным зигзагом идет. вон, ребята. Так, ну что, потихонечку пойдем? Интересно, что по сути здесь получается два тоннеля Вот тот тоннель для водоотведения, он справа от меня находится, чуть пониже И по нему течет вода Видим, что он, конечно же, не справляется И вот здесь вот есть речка, которая течет, видимо, по всей протяженности тоннеля И туда, к сожалению, не получится спуститься Хотя я на самом деле хотел туда сползать Следы электрификации Один мой знакомый работал машинистом в РЖД И до 95-го года он ездил на электричках, на поездах через этот тоннель Так вот он рассказывал, что даже с учетом того, что их заставляли здесь сбрасывать скорость Практически до минимума Он рассказывал, что можно было ехать и наблюдать, как вот от грохота, от вибрации, от шума Сверху падали камни, сыпалась плитка и так далее Ну и в 95-м году тоннель этот решили закрыть Конечно же, все туристы, а в основном урбан-туристы Быстренько его облюбовали и стали сюда ходить как на экскурсию Интересно, что здесь вот полно следов автомобильных И Яндекс.Карты даже рисуют дорогу через этот тоннель И можно по незнанке, по навигатору, если будешь куда-то ехать, через этот тоннель проехать Ну вот, сейчас мы через него пройдем Посмотрим, какие здесь есть ответвления Какие здесь есть еще интересности И выйдем на той стороне На той стороне уже тоже будем искать доты сверху Как в любом железнодорожном тоннеле, здесь есть такие карманы безопасности То есть если поезд шел, а работник еще не успел уйти Он сюда прятался, поезд проходил И работник шел дальше работать, например Их таких здесь несколько Вот мы, наверное, прошли метров сто и снова такой же карман сбоку Вот такая здесь осталась шпала С... Царская Царская, ну... Раритет времен царской России Впереди видно выход Очень далеко И там даже, по-моему, люди Да? Впереди люди, смотрите Снова карман Так, тут начинается каша Как будем обойти Очень холодно, у меня уже уши мерзнут, если честно Здесь, наверное, около 0 Температура Чуть больше Помнится, прошлый раз, когда я здесь был В каком-то месте Он уже осыпался Еще один такой же карман, только большой Видно, что мы По мере того, как приближаемся к западному входу или выходу Воды становится все меньше Потому что строители не только просчитались в направлении тоннеля Они еще и в его соответствии площади эклиптики просчитались Еще карманы А где-то здесь посередине должно быть служебное помещение С вентиляционными шахтами, выходящими на поверхность Ну, где-то здесь большая должна быть осыпь Или ее нету, ее убрали больше В общем, тут была большая осыпь Но, похоже, ее убрали Потому что, по мне, даже кажется, что здесь насыпь как-то поменялась Вот же, грейдером прошли Нет? Сгребли грейдером Ну, трактором, короче Так что, видимо, кто-то здесь что-то иногда все-таки делает Непонятно зачем, если честно И по-хорошему, этот тоннель надо бы закрыть Потому что он в аварийном состоянии В общем, где-то посередине еще комната должна быть Где есть вентиляционная шахта наверх Все это, конечно, в начале лета или под конец зимы Очень красиво выглядит Здесь очень много сталактитов ледяных И здесь зимой тепло Еще очень интересное явление В том, что и здесь наблюдается явление Как в термосе такое То есть, первую половину лета Когда на улице уже жара Здесь лед и холодно Первую половину зимы Здесь тепло и лужи Хотя на улице уже давно все заледенело Видно, что его пытались даже ремонтировать когда-то Вот, отходит от дренажного канала Который в самом тоннеле От ветвления И там у нас еще один Туннельчик маленький Который мы вот видели На подходе к основному тоннелю Кругом капает вода Журчат ручьи Вот она, осыпь О, звонко как Туннель все-таки видно, что осыпается потихоньку Ну и, конечно, находиться в таких местах Лягко говоря, опасно Видно, что мы потихоньку Приближаемся Ко второму выходу Кто-то, видимо, здесь пытался срезать провода Такие клеемы На них даже Что-то выбито Скорее всего остальные Потому что алюминий Он же ковкий И мы видим, что вот весь потолок Закрыт такими железными листами Видимо, это те места, где осыпалось Осыпалось Вот на самом деле Прошлые два раза Я здесь был в каске А в этот раз я что-то не подумал И каску-то с тобой не взял Плохо я поступил Вот она, эта комната Служебная И мы видим, что здесь у нас Уходит дренажный канал вниз И он там продолжается Всю длину тоннеля И у нас есть лесенка наверх В вентиляционную шахту Мы, конечно, туда не поползем Потому что все это гнилое уже И нет никакой вообще надежды Что не навернешься здесь Зимой здесь очень красиво Обязательно надо ставить фотографии И замерзает вода на этой лестнице По стене Водопад целый А вот, наверное, сверху Как раз и эта вентиляционная шахта Который доступ через комнату Да, это точно вентиляция Вот мы видим, что она уходит вправо Туда же, собственно, в комнате Видимо, там какая-то общая шахта у них Насколько я понимаю Именно через этот тоннель Во времена гражданской войны Восемнадцатого года Ездили поезда Например, с армией Колчака Того же И поэтому, конечно Его нужно было оборонять И его охраняли Поэтому и есть все вот эти Защитные сооружения на поверхности Приближаемся к западному входу И здесь видно, что здесь уже вообще нет воды То есть мы находимся уже выше, чем Тогда, когда заходили Крыша капает Ууууу! Вот эти металлические заплатки, которыми пытались держать разрушение тоннеля, видно, что они уже и сами держатся, скажем так, на соплях. Я думаю, что не трещина, а просто сегменты так сошлись, не сошлись, вон еще одно, видишь, это не трещина, это вот такие сегменты сделаны. Какой-то вот кусок, даже видно, что, видимо, бетон использовали, да? Видно, что была деревянная опалубка просто из досок и строили, используя бетон. Хотя это, конечно, для царской России еще редкость была. Может быть, да, пытались, а, ну, возможно, да, его просто пытались отремонтировать таким способом, укрепить стенки. Просто строили опалубку и заливали все это цементом, бетоном. Германы. Видно, что там наружу люди, место очень посещаемое. И вот кто-то только пришел, кто-то уже уходит. Да даже мы в электричке ехали, и минимум еще одна компания была, которая тоже сюда едет в нашем вагоне. Все, уже подходим к выходу. Вот такой вот получается, что за 20 минут мы его прошли. Хотя расстояние все равно всего километр 200. 270, 270, 260, что-то там такое. Мы его прошли за 20 с копейками минут. И это понятно, потому что ты смотришь под ноги, потому что есть всевозможные проблемы. Там где-то можешь пройти, где-то не можешь. Кстати, очень интересно вся стена по расслабленному. Прям зеленая. Привет. Что, не утонули там? Ну, там с того конца-то есть лужа. Снаружи западный вход от восточного ничем не отличается. Интересно, зачем нужен такой вот массивная такая арка входная вот эта? Просто, чтобы было? Или в этом есть какая-то цель? В общем, над самым туннелем есть вот такой карьерчик, видимо, просто для добычи плитника, камня, ну и так далее. И мусорка по совместительству. Так вот, мне интересно, когда люди прокопают в туннель-то уже дорогу здесь, третий вход. Ну, а то, что там капает с потолка в туннеле, это понятно. Вот здесь прямо над ним болото находится, где камыш даже растет. С этого, да, вниз-то и уходит. Так, ну, теперь нам нужно уже с другой стороны, со второго входа, найти какие-то следы цивилизации над туннелем. Его долго искать не пришлось. Вот мы видим явные следы деятельности человека. А вот и очень классная штука. То есть, такие доты, они, видимо, с обоих сторон, с обеих сторон, и с первой, и со второй. Что интересно, здесь уже нету крыши деревянной, поэтому можно спокойно рассмотреть, что и тут, и как. Видно те же самые бойницы. Бетонный, бетонный, точно так же, он погружен в землю, вкопан. Интересное сооружение. Но я так понимаю, что в сражениях никаких они не участвовали. Сейчас еще перекусим, и чуть попозже вдоль туннеля прогуляемся. Где-то там должна быть вентиляционная шахта еще, которую мы видели. Где-то, наверное, на одной третьей пути по туннелю выходит вверх такое оплетление. И оно выполняло функцию вентиляционной шахты. Вот очень аккуратно здесь, может, нужно быть в таких местах, потому что проволока, ее не видно в лесу. А может быть, можно ведь и на колючку так нарваться. Не здесь, а вот, скажем, в видео про бункер. Там очень много колючей проволоки было раскидано. И надо быть, конечно, аккуратным. Аккуратным. Ну, он, наверное, помладше, это. Что это, я не знаю, но оно помладше. Да дот это тоже, потому что вон бойницы точно так же. Ну, верно. Вон, что кто-то там. Что это? Рисунок на берете, что-то там нет. И так возможно на берете. Вот посмотрите, как поступает плохой турист, и никогда так не делайте! Весь лес в дыму! Ждем лесника с минуты на минуту! Отдадим ему радиоактивность! Ужас! Удов! Ужас! 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 Ужас!